МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Китае продолжаются восстановительные работы. Наблюдается выраженный рост активности в электронной торговле Поднебесной. В Китае делают ставку на развитие собственных брендов игрушек. В Бразилии ввели в эксплуатацию крупнейший в мире челночный танкер китайского производства. В деревне всемирных студенческих игр меняют мусор на подарки. Новый музей Сан-Сидуй удивляет посетителей древними артефактами. Иностранные послы поделились впечатлениями от поездки по Синьцзян-Уйгурскому автономному району. Россия готова вместе с Китаем и дальше усиливать взаимодействие в рамках многосторонних структур, включая ООН, БРИКС и ШОС. Противостоять гегемонии, пресекать унилатерализм, содействовать процессу демократизации международных отношений и защищать международную честность и справедливость. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с членом Политбюро ЦК Компартии Китая, министром иностранных дел КНР Ван И. Китайский дипломат в свою очередь отметил, что с момента визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию в марте этого года в рамках стратегического взаимодействия и практического сотрудничества между двумя странами был отмечен новый рекорд. Объем двусторонней торговли достиг новой наивысшей отметки. Сотрудничество в сфере энергетики устойчиво развивается. Гуманитарные обмены быстро восстанавливаются. На международной арене Китай и Россия продолжают поддерживать тесное стратегическое взаимодействие, способствовать процессам формирования многополярного мира и демократизации международных отношений. Китай готов вместе с Россией и другими партнерами по БРИКС поддержать ЮАР в успешном проведении предстоящей встречи лидеров стран-участниц и способствовать здоровому и энергичному развитию механизма БРИКС, отметил Ван И. Стороны также обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, которые представляют взаимный интерес. В их числе украинский кризис. Глава китайской дипломатии подчеркнул, что Китай будет активно содействовать примирению и переговорам, прилагать усилия для поиска путей политического урегулирования. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Намерение Филиппин использовать посаженный на мель военный корабль для незаконной деятельности на китайском рифе «Женяй» стал причиной блокирования филиппинских судов в Южно-Китайском море. Такое заявление сделали в МИД КНР. 5 августа два филиппинских судна попытались доставить продовольствие и стройматериалы на десантный корабль «Сьерра-Мадре», севший на мель еще в 1999 году. Суда Госуправления морской полиции КНР предупредили их о недопустимости захода в акваторию Китая, после чего применили водометы. Риф «Женяй» – это часть китайского архипелага Наньша, напомнили в китайском МИДе. Поэтому Пекин не принимает апелляцию Манилы к решению ГАГского арбитражного суда по иску о территориальных претензиях в Южно-Китайском море. Считает его недействительным, незаконным и нарушающим международное право, в том числе Конвенцию Организации Объединенных Наций по морскому праву. Кроме того, филиппины неоднократно обещали убрать намеренно посаженный на мель корабль с китайского рифа, но за 24 года не сделали этого. Более того, разместили на его борту военных. Власти Тяньцзиня объявили высший уровень угрозы из-за ситуации на Дациньхе, главном притоке реки Хайхе, на берегах которой расположен 16-миллионный мегаполис. Там зафиксирован самый высокий уровень воды, начиная с 60-х годов прошлого столетия. Государственный штаб по борьбе с наводнениями и засухами продлил действия второго уровня реагирования на последствия стихии в Тяньцзине и провинции Хэбэй. В Пекине он понижен до третьего. Паводок в столичном регионе Китая постепенно отступает. В пострадавших районах провинции Хэбэй, наряду с поисково-спасательными работами, все больше внимания уделяют восстановлению поврежденной инфраструктуры. Коммунальные службы откачивают воду, занимаются дезинфекцией и очисткой дворов и улиц. В 70 километрах на юго-восток от Пекина в городе Джо-Джоу, который сильнее всего пострадал от наводнения, в свои дома начали возвращаться первые из 100 тысяч эвакуированных жителей. Продолжают ликвидировать последствия паводка и на северо-востоке Китая. Там мощные ливни оборвали линии электропередачи, повредили дороги. Особенно нелегко приходится отдаленным сельским районам. В уезде Чаньтин, провинции Хэйлундян, в первую очередь восстанавливают энергоснабжение. Без этого сложно заниматься всем остальным. Мы здесь для того, чтобы восстановить энергоснабжение пяти лесхозов в этом районе. Сейчас устанавливаем четыре с половиной километра временных линий электропередачи вдоль шоссе в обход рек. Надо завершить работы как можно быстрее. Энергетики работают круглосуточно. Из-за паводка без электроснабжения остались более 51 тысячи домов в окрестных поселках. Сейчас большая часть работ выполнена. Проведены временные линии электропередачи. Экстренные и медицинские службы обеспечены генераторами. Местные жители приступили к расчистке территории и восстановительным работам. Индекс логистической активности в электронной коммерции Китая в июле составил 110,9 пункта, что на 0,3 пункта выше, чем в предыдущем месяце. Такие данные публикует Китайская федерация логистики и закупок. Выросли показатели скорости доставки, выполнения заказов и другие индикаторы. При этом на фоне завершения крупных онлайн-распродаж показатель абсолютных логистических объемов, отражающий спрос, несколько снизился. Тем не менее, общий уровень выше 100 пунктов свидетельствует о росте логистической активности в электронной торговле, на долю которой по статистике приходится более 45% всей китайской розницы. В городе Дунгуань, провинции Гуандун, производится до 85% дизайнерских игрушек, которые продаются по всей стране, а также четверть мировой аниме-продукции. Здесь много квалифицированных рабочих, налаженные цепочки поставок. Кроме того, здесь работают дизайнеры игрушек с многолетним опытом. Многие компании по производству игрушек в Дунгуане начинали с выпуска продукции для международных брендов, но в последние годы стали разрабатывать оригинальные продукты и дизайн. Если мы не хотим быть лишь производственной базой для международных брендов, то надо заниматься оригинальными разработками. Наша компания активно продвигает собственный бренд, чтобы получить зарубежное признание за работы, отражающие нашу родную культуру. Международные продажи оригинальных китайских игрушек растут, отмечают специалисты. Недавно Китайская ассоциация игрушек и товаров для детей присвоила Дунгуаню звание столицы дизайнерских игрушек Китая. В Бразилии ввели в эксплуатацию крупнейший в мире челночный танкер Enos Pioneer, полностью спроектированный и построенный в Китае. Его длина составляет 279 метров, а грузоподъемность – 155 тысяч тонн. Танкер «Челнок» оснащен новейшей системой динамического позиционирования и может проплыть до 22 тысяч морских миль. Планируется, что ежегодно он будет транспортировать сырую нефть на сумму около полутора миллиардов долларов США с финансируемых Китаем нефтяных месторождений в Бразилии. В деревне Всемирных студенческих игр в Ченду проводится необычная экологическая акция. Организаторы установили там автоматы для сбора вторсырья, в которых за каждую пластиковую бутылку, стакан или консервную банку выдают купон. Пять купонов можно обменять на футболку в сычуанском стиле, экологичную сумку или же сделать принт со своей фотографией. К акции присоединились спортсмены из разных стран. В эти дни у нас проходят соревнования. Мы пьем много воды, а пустые бутылки забираем с собой. Хорошо, что в деревне студенческих игр проходит акция по защите окружающей среды, и мы даже можем обменять бутылки на сувениры. Я думаю, создание таких автоматов – очень хорошая идея. Благодаря им мы избавляемся от мусора и делаем мерчище. Организаторы называют экологическую акцию «Волшебные кубы» и считают, что она дарит радость участникам и приносит пользу окружающей среде. В конце 20-х годов прошлого века в китайской провинции Сычуань археологи обнаружили руины Сан-Синдуй. Несколько тысячелетий назад на их месте процветала уникальная для Китая культура. Экспонаты, найденные во время раскопок, сначала собирали в одном месте, а в 1997 году открыли музей Сан-Синдуй. Этим летом он расширился. Сейчас ни на что не похожие произведения искусства местных мастеров демонстрируют в новом здании музея. Все экспонаты уникальны. Вы только посмотрите на эту грандиозную люстру. Орнамент повторяет узор с рыбами и птицами. Это так тонко и восхитительно. Мы видим, что люди тянутся к искусству. Ежедневно мы выставляем на продажу 15 тысяч билетов. Их разбирают почти сразу, как только они появляются онлайн. Среди недавних находок археологов – бронзовый алтарь. Он состоит из отдельных секций, на каждой из которых изображены люди и животные. Эти артефакты поражают воображение. В трех выставочных залах представлено множество реликвий. И керамика, и золотые маски. Я чувствую, что за каждой из них скрывается уникальная культура и история. Меня очень впечатлила большая бронзовая маска с торчащими глазами, а также золотые маски. В планах у создателей музея увеличить выставочные площади, чтобы каждый посетитель мог узнать еще больше о богатой истории археологического объекта Сенсендуй. Делегация дипломатов из стран Азии, Африки и Латинской Америки завершила тур по Синьцзяно-Игурскому автономному району. Послы поделились впечатлениями от поездки и прокомментировали кампанию по дискредитации Синьцзяна в западных СМИ. Западные СМИ хотят подорвать и неправильно истолковать усилия Китая по борьбе с терроризмом и экстремизмом. Мы не должны этого позволять. Мы должны это осудить. Надо немедленно прекратить эту кампанию лжи, направленную против усилий, предпринимаемых в Синьцзяне. Я, как и многие мои коллеги, не можем контролировать то, что пишут западные СМИ. Но думаю, что поднятые вопросы, касающиеся прав человека, требуют постоянного диалога между китайским правительством и международным сообществом. Посол Самоа в КНР подчеркнул, что здесь нужно придерживаться так называемой «тихой дипломатии». Тем же, кто критикует Китай, он посоветовал лично посетить Синьцзян. Нам и раньше рассказывали о Синьцзяне, но эта поездка открыла мне глаза. Я увидел, как люди свободно общаются, занимаются своими повседневными делами. Здесь для местных жителей предусмотрена пенсия, медицинское страхование, возможность получения образования, социальное жилье. По словам Чарльза Мартина, после посещения китайского региона и общения с местными жителями, он увидел, насколько счастливы люди в Синьцзяне. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова